Слава Господу! Вы рады меня видеть? Очень! Значит, об этом мы поговорим. Боже, благослови это Слово, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за Твою возможность говорить здесь. Боже, пусть Твое послание, оно коснется сердец наших. Боже, помашь мои уста, Господь. Спасибо Тебе. Будем говорить о радости. Я спросил, вы рады меня видеть? И все так, да, да, да. Не обо мне будем говорить, будем говорить о радости. Сегодня Бог дал, я верю, Бог дал, потому что с утра я что-то вообще другое хотел говорить. А потом забрал Сашу со школы, что-то мы заговорили, промелькнула у нас тема про радость, и Господь сказал говорить о радости. Вот, радость – это одна из основ нашей веры. Вот, и, к сожалению, на наших лицах не всегда она есть. Встречаемся, видимся. Как дела? Вот. И, ой, слава Богу. Там или что-то типа этого. Вот, хотя про радость в Библии сказано, ну, просто сотни и тысячи раз повторяется это слово. Практически в каждой, я думаю, в каждой книге вы найдете. Не просто слово радость, а какие-то события, какие-то стихи, какие-то обетования. Ну, про радость действительно – это серьезная тема. Вот, и печально-печально видеть. Вы знаете, многие неверующие не идут в церковь, потому что знают, а вот этот верующий, он всегда такой серьезный или угрюмый. Вот. И на многих нас нет этой радости, на самом деле, очень часто. Да, иногда мы что-то проходим. Иногда тяжело радоваться, какие-то обстоятельства в жизни. Иногда нет повода для радости, может быть. Вот. Но на самом деле я вам хочу сказать, что мы ответственны за то, чтобы быть в радости. И Слово Божье говорит нам радоваться. И на нас это ответственность, чтобы быть в этом состоянии радости. Немножко хочу об этом поговорить. Пробежимся по Писанию. Первое посылание Петра 1.8. Вот. И я сегодня думал, размышлял, и я понимаю, что я до конца не понимаю эту радость даже. Мы привыкли радоваться о покупке машины, мы привыкли радоваться о поднятии зарплаты, мы привыкли радоваться о чем-то материальном. Вот. Но какая она радость истинная? Радость настоящая, радость, о которой говорит Иисус, радость, о которой говорит Павел, радость, о которой говорит Писание. Давайте поговорим именно об этой радости, об истинной радости с небес. О радости спасения, о радости от нахождения в Его присутствии, общении с Ним. Радости от служения Господу и людям. И радости неизреченной и преславной. Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь. Радостью неизреченную и преславную. В другом переводе написано, исполнены чудной и неописуемой радости. Что же это за чудная и неописуемая радость? Как ее достичь? Что это вообще такое? Как прийти в это состояние? И как ее испытать на самом деле? Потому что смотришь за материально, радуешься часто. Да, действительно, это должно иметь место в нашей жизни. Это нормально. И Бог нас благословляет, или мы что-то себе покупаем, или кому-то что-то дарим. И да, это классно, радоваться материальным вещам. Но есть другая радость. И она на самом деле истинная, настоящая. Притча 15.13. Там написано... Притча 15.13. Учение мудрого. 15.13. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух инувает. А в современном переводе написано на лице счастливого радость, но если в его сердце грусть, то дух его подавлен. На лице счастливого радость, но если в его сердце грусть, то дух его подавлен. То есть, если нет этой радости, то и на наш дух влияет, то наш дух подавлен. И мы ходим подавлены. И я часто замечаю за собой, что нет этой радости, настоящей, Божьей радости. Есть состояние, которое я переживаю, может, как-то ежеминутно, ежесекундно, но действительно, насколько мы бодрствуем, чтобы быть в этой Божьей радости. Потому что именно на нас ответственность. Павел говорит, радуйтесь, и написано, и еще, говорю вам, радуйтесь. То есть, как бы повеление. И мы можем найти эту радость его присутствия, найти радость в общении с ним, в молитве, найти радость от чтения его слова. Но на нас ответственность хранить это. Еремия 15.16 Можно открыть. Еремия 15.16 Обретены слова Твои, и я съел их. И было слово Твое мне в радость, и веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Савалов. Другой еще перевод. Обрел я слова Твои, и имя насытился. Стали они для меня радостью, ликованием моего сердца. Потому что именем Твоим я назван, именем Господа, Бога воинств. То есть, одно, что мы видим, что мы можем пребывать в его слове, можем, как говорится, питаться его словом, насыщаться, и это будет давать нам радость. Ликование нашего сердца. То есть, это одно из... Где мы можем получать эту радость, это слово Божье. То есть, это слово Божье, значит, мы отсюда понимаем, что это не только откровение, это не только мудрость, это не только какой-то выход, но это также и радость. Это повеление от самого нашего Господа. Луки 10, 20. Однако что мы не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Мы действительно забываем, что имена наши записаны на небесах. И это очень большой повод радоваться. Я работаю, меня окружают неверующие люди, и вот смотришь, как они живут, смотришь, куда они идут, и за себя радуешься, за них печалишься. И пытаешься как-то им помочь, что-то сказать. Конечно, не всегда и получается. Но действительно, помните, радуйтесь, имена наши записаны на небесах. И это большой повод. Мы, может, не настолько боимся умереть. Я как-то с товарищем своим общался на работе. И он говорит, ты, наверное, не боишься умереть. Я говорю, ну, мы про веру общались, и Коля говорит, ты что, не боишься умереть? Я говорю, может, боюсь самого происшествия или как факта. Но я не боюсь, что будет потом. Вот. И я радуюсь, что попаду туда. Вот. И он говорит, как радуешься, что попадешь туда? Я говорю, я не знаю. Ну, у меня есть это, говорю. Я не боюсь. Я знаю, что меня ждет. Вот. Поэтому это очень большой повод. Может, как сам факт для нас, для наших близких, не очень радостный, да? Но на самом деле, там, на небе, в нашей столице, в небесном Иерусалиме, там радость 24 часа в сутки. Послание филиппийцам 4.4. Я уже говорил. Павел пишет, радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. В другом переводе, интересно, чуть больше написано. Радуйтесь всегда в своем познании Господа, будучи соединены с Ним. И еще раз скажу, радуйтесь всему. То есть, переводят по-другому, что радость приходит от познания Господа, и будучи соединены с Ним. И действительно, после молитвы ты не выходишь расстроенный, чаще всего, если вы, конечно, часто молитесь. После молитвы выходишь радостный, после прославления ты радостный, после течения Библии в большинстве случаев состояние твое тоже меняется. Но радость бывает радостная. Радость бывает разная. Есть радость, про которую написано, но я не понимаю, как это. Это послание Якова 1.2. Очень интересно написано. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот это для меня пока еще тайна. Как этому радоваться. Но, тем не менее, Слово Божье, оно так говорит, что с великою радостью, братья, принимайте. Вначале, когда мы молились за детей, я вам говорил, третье послание Яна 1.4, там написано, что нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И действительно, у меня в моей жизни привилегия с моей женой, что нет большей радости, когда я вижу, что Саша, она ходит в истине. За Дашу мы молимся, где-то она может еще не совсем серьезно, все воспринимает. Но действительно, Бог наполняет радостью за Сашу. И действительно, вот это настоящая радость, когда ребенок твой ходит в истине, когда ребенок твой, когда ты просыпаешься в пол седьмого, а ребенок твой проснулся в шесть и читает Библию. И тебя наполняет радость. И когда ребенок твой уже понимает, что Богу это нравится, а вот это Богу не нравится. Когда ребенок твой приходит и рассказывает минут десять-пятнадцать, какое откровение он сегодня получил. И действительно, вот это вот радость. И когда ребенок, ты смотришь на его телефон и на его, то, что он смотрит в Ютубе, его подписки, то, что как бы все, и ты радуешься действительно на самом деле, потому что он ходит в истине. И молитесь за детей своих. Я желаю вам, чтобы вот именно эту радость вы испытали. Потому что на самом деле вот эта настоящая радость, это не та радость, от которой ты машину купил. Это не то. Вот. Это действительно настоящая радость, когда дети твои, они ходят в истине. Также Библия говорит, можешь не открывать, я быстро скажу, чтобы недолго. Также радость является плодом духа. В послании Галатам 5.22, мы его все знаем, там написано, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. В притче 17.22 там написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Вот. Веселое, радостное сердце, оно как врачует. Радость имеет свойство врачевать. В другом переводе написано, радость на сердце, лучшее лекарство. В послании Фессалоникийцам Павел опять говорит, всегда радуйтесь. И последнее, Псалом 15.11, можно открыть. Там сказано, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженства в деснице Твоей вовек. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим». И действительно, настоящая радость, она пред лицом Господа. Настоящая радость, она обретается в тайной комнате. Настоящая радость, она пред лицом Божьим. Настоящая радость, она от того, что мы с Ним пребываем. Вот. Желаю вам, и будем сейчас молиться, чтобы эта настоящая радость, она, ее было больше в нашей жизни. И последняя. Матфея 25.23. Там притча, которую мы все знаем, но в конце очень интересно написано. «Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». И вот действительно, как это, войти в радость Господина? Друзья, у нас есть Бог, Он сейчас на небе, и Он постоянно радуется. А особенно радуется за нас. Вот. И я действительно желаю, чтобы мы были верны в малом, и чтобы мы действительно вошли в радость нашего Господина. Вот. Чтобы наша жизнь, она действительно, чтобы наш Господин радовался за нас. И чтобы мы вместе с Ним радовались, и чтобы мы вошли в эту радость. Аллилуйя. Боже, спасибо Тебе. Отец, я прошу, Господь, чтобы Ты наполнял нас своей истинной, настоящей радостью. Боже, если кто-то еще не испытал, если кто-то еще не познал, если кто-то, Боже, не знает или не понимает, как это, Боже, я прошу, чтобы Ты наполнил каждого брата, каждую сестру настоящей истинной радостью в Тебе, Господь. Чтобы мы не просто радовались каким-то обычным мирским вещам, каким-то сиюминутным удовольствием или материальным благом. Боже, но я прошу, чтобы радость от Тебя пришла в наши жизни. Чтобы на лице нашем, на сердце нашем, на душе, на внутренности, на мышлении нашем, Боже, была радость Твоя, Господь. Боже, я прошу, чтобы каждый из нас, он просто был верен Тебе, а Ты наполнял радостью Своей во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok